Мадридский трон по-прежнему пустует. После ухода Криштиану Роналду в Ювентус, Реал так и не вернулся на былой уровень. Криро и Зидан ушли на пике после победы в Лиге Чемпионов. И в отличие от француза, португалец так и не вернулся в Мадрид, оставив после себя пустоту. С тех пор Реал так и не нашел человека, который смог бы хотя бы на 70% заменить Криштиану. В последние два года в фантастической форме находится и Карим Бензима. Его фантастическую игру в этом сезоне невозможно не отметить. Но беда в том, что до недавнего времени французский форвард был единственным опасным игроком в атаке команды. Но в этом сезоне Карлан Челотти нащупал золотую связку. Теперь вместе с Бензима в атаке зажигает Венисиус Джуниор. Бразилец набрал отличную форму. На его счету более 20 результативных действий в этом сезоне на момент подготовки видео. В Ла Лиге он занимает вторую строчку после Бензима в гонке бомбардиров и по системе гол плюс пас. А в Лиге чемпионов удивляют красивыми проходами и голами. В этом видео мы разберем феномен Венисиуса и выясним, почему именно сейчас он начал показывать свой лучший футбол. А перед продолжением ответьте, пожалуйста, на вопрос. Реал заплатил за Венисиуса 45 миллионов евро. В своей истории мадридский клуб платил больше только за двух бразильских игроков. Первый. Эдер Мелитау. А кто второй? Часть первая. Резкий взлет. И поддержка Барселоны. История Венисиуса. Классика для молодого таланта из Бразилии. Родился в бедной семье в пригороде Рио-де-Жанейро. Район, где жила его семья, был ужасным. Здесь обитали бедняки, а уровень преступности зашкаливал. Местные пользуются специальным приложением, которое в режиме реального времени показывает, в какие кварталы в данный момент лучше не заходить из-за разборок местных банд. К счастью для Венисиуса, его огромные таланты и вера родителей в своего сына позволили семье съехать оттуда. Как и многие бразильцы нового поколения, Винни фанатил от Робиньо и старался повторять его финты. А свою карьеру начал в футзале, где мог оттачивать технику и быстроту принятия решений. Особенно впечатлил Венисиуса финт Шапа, который исполнял Робиньо. Этот трюк заставил мальчугана влюбиться в стиль его игры и изучать все новые и новые финты. В 10 лет Венисиус поступил в престижную академию Фламенго и в 2013-м жил в хорошем районе Рио, куда чуть позже переехала и вся его семья. В 16 Винни признали лучшим нападающим юношеского турнира, и вскоре он дебютировал за первую команду Фламенго. В Бразилии на взрослом уровне юноша отыграл всего один полноценный сезон, но этого хватило, чтобы произвести неизгладимое впечатление. Венисиус отметился дублями в дебютных матчах чемпионата Бразилии и Кубка Либертадорос. И вскоре Фламенго продлил с ним контракт, подняв сумму отступных до 45 миллионов евро. Витриной для Венисиуса стал чемпионат Южной Америки Ю-17, в котором он забил 7 голов и вместе со сборной Бразилии выиграл турнир. После этого за молодым вингером началась настоящая охота. Первым серьезный интерес проявил Манчестер Юнайтед, но английский клуб посчитал 45 миллионов завышенным ценником за такого молодого футболиста почти без опыта игры на взрослом уровне. А вот Барселона и Реал были готовы рискнуть. У клубов имелись денежки, и каждый из них был готов потратиться на перспективного футболиста в группу атаки. Как мы помним, гонку выиграл Реал, который заплатил требуемую сумму и оставил Венисиуса во Фламенго до 2018 года, чтобы он получил побольше игровой практики. После ухода Роналду, Пересу нужно было срочно поставить на нового человека. А после истории с Неймаром, мадридский президент больше всего боялся вновь попасть в просак и упустить большого таланта. Но есть один забавный факт, о котором узнали недавно. Оказывается, до перехода в Реал Венисиус болел за злейшего врага мадридца в Барселону и мечтал оказаться в Каталонии. В детстве он поддерживал синегранатовых и постоянно играл за них в любимой футсиме FIFA. По слухам, в Барселону Венисиуса звал сам Неймар. А вот что говорит бывший скаут Барса в Бразилии Андре Кюри. Венисиус рыдал от счастья после победы над Парисом Джермен 6-1 в Лиге Чемпионов. Он был настоящим фанатом. Его трансфер в Барсу был решенным делом. Оба его агента были моими большими друзьями. Сделка была закрыта, единственное, что осталось – подпись Венисиуса на контракте. Но в самый последний момент мои друзья предали меня и мой клуб. Не разговаривал с ними с тех пор, как это случилось в 2017 году. Так Венисиус в 18 лет оказался в Мадриде. Детская мечта подписать контракт с европейским грандом исполнилась для Вени максимально рано. Вопрос был в том, потянет ли он этот уровень. Часть 2. Игнор от партнеров и публичная критика. После ухода Роналду и Зидана в Мадриде наметился кризис. Хулин Лепетеги и Сантьяго Салари тщетно пытались найти новый центр силы в атаке команды. А Венисиус просто в силу возраста ничем не мог помочь. Однако было очевидно. В Реал приехал большой талант. Венисиусу давали много практики в Кастилье, а за первую команду часто выпускали в матчах Кубка Испании. В них он забил 2 гола и сделал 7 ассистов в 8 играх. Плюс оформил 2 голевые передачи в Лиге Чемпионов. Сходу стать важным игроком основы Реала у Вени не вышло. Забивал он немного, но зато потрясал всех своими финтами и скоростью. Плюс забил самый молодой гол в истории классику, побив рекорд Лионеля Месси. Футболист совершил это достижение в 19 лет и 233 дня. «Мне всего 18, я уже играю с лучшими футболистами планеты. В 25-26 вижу себя с золотым мячом в руке», – комментировал ситуацию Вени. Но, к сожалению, момент взлета оборвала травма крестов, оставившая Вени без футбола почти на год. Он вернулся растренированным и попросту не готовым, много ошибался с финтами, плохо реализовывал моменты и не понимал маневры партнеров по команде. Основную претензию ненароком прямо на камеру озвучил Карим Бензима в перерыве матча Лиги Чемпионов против Боруссии. В подтрибунном помещении он сказал Ферлану Минзи, «Не давай пасов Венисиусу, брат. Он делает на поле все, что хочет. Он играет против нас». Во втором тайме Бензима и Минзи не отдали Вине ни одной передачи. И хоть скоро игроки поговорили и уладили вопрос. Очевидно, что к Джуниору были претензии по поводу его продуктивности. Слишком часто Венисиус заигрывался, передерживал мяч и играл в отрыве от команды. Вскоре поползли слухи о возможной продаже бразильца. Зидан в нем разочаровался, а добил всех эпизод, когда Венисиус отказался продолжить упражнения после игры с Хитафи, сославшись на усталость. Тут же зазвучали разговоры о том, что Реал попал в просаг, заплатив большие деньги за футболиста, которому быстрый успех мгновенно вскружил голову. К счастью, Винни быстро взялся за ум, а в этом ему помог новый главный тренер. Кстати, недавно мы разобрали игру очередного молодого таланта, в которого рано поверил наставник и сделал из него звезду. Разбор игры Трента Александра Арнольда смотрите на нашем канале. Рекомендуем! Часть третья. Перезагрузка. Карл Анчелотти вернулся в Мадрид в трудные времена. В команде назрела перестройка. Однако на фоне пандемии у клуба не было средств для этого. Флорентино Перез грезил трансфером Мбаппе, ради которого избавился от Рамоса с Фараном. Но Парис Анжермен занял твердую позицию и не отпустил Киллиана летом 2021 года. Анчелотти в срочном порядке пришлось искать внутренние ресурсы. Ситуация в атаке была плачевной. Топ-уровень держал лишь ветеран Бензима. К остальным было слишком много вопросов. Марко Асенсио после череды травм так и не раскрыл свой потенциал. Лукас Васкис – старательный, но не яркий вингер. Родриго – талантливый бразилец, но чересчур нестабильный и с туманными перспективами в топ-клубе. Лукаевич – классический, но избалованный балканец, который забил на прогресс после того, как оказался в Гранде. Мариана Диас – форвард, вечно сидящий на банке и за всю карьеру оформивший один яркий хайлайт. Да-да, тот самый гол Барси в классику. Гаррет Бэйл – гений, променявший футбольный мяч на клюшку для гольфа. Эден Азар – очень талантливый, но рано сдувшийся из-за наплевательского отношения к тренировкам и спортивному режиму. На старте сезона 2021-2022 в неопределенном статусе находился и Венисиус. Шесть голов и семь асистов в 49 матчах сезона. Не те показатели, что ждут от потенциального преемника Роналду. Ви не признавался, что на него давят последствия травмы крестов, в первую очередь психологические. Да, я боялся. Мне потребовалось семь месяцев на восстановление. Три месяца я не играл, а после возвращения на поле только и думал о том, куда могу поставить ногу, а куда нет. Минимум полгода я сомневался и боялся получить рецидив. Играл осторожно и не лез в стыке. Когда становилось холодно, то боли возвращались, даже если я ничего не делал. Мне было больно и от мысли, что нужно надевать на поврежденную ногу обувь. Прошло много времени, пока я не поборол этот страх. Внушительную помощь Венисиусу оказал Анчелотти. Уже на первых сборах он начал много беседовать с молодым игроком и объяснять его роль в новом проекте. Когда стало ясно, что Мбаппе до Мадрида в ближайшее время не доедет, а Азар продолжит мучиться с травмами, итальянец сделал ставку на Венисиуса и максимально четко донес до него мысль. Чтобы остаться в реале, он должен повзрослеть и прокачать результативность. Вот что папа Карло говорил в начале сезона. Венисиус очень хорош в ситуациях один на один. Что касается забитых голов, я сказал ему, что трудно отправить снаряд в сетку после пяти-шести касаний мяча. Чтобы забить, нужно одно касание, максимум два. Винни правильно понял посыл и начал пахать на предсезонке. Кроме того, организовал себе регулярные занятия с психологом и буквально поселил в своем доме физиотерапевта, который занимается с бразильцем персонально и следит за его питанием. Как результат, сейчас в теле Венисиуса минимальный процент жира за всю его карьеру в Мадриде. Плюс под опеку молодого соотечественника взял Марсела, который помогает Вине советами. Успех налицо. Венисиус – лучший дриблер Ла Лиги и Лиги чемпионов. Он стал куда чаще забивать и помогать партнерам. Футболист отмечает, что секрет его успеха – в изменении психологии. Это результат большой работы, многочасовых тренировок в Вальдебебосе и концентрации на улучшении реализации. У меня есть уверенность, что тренер и весь технический персонал верят в меня. Эта уверенность исходит от того, что я знаю. Даже если совершу ошибку, мне дадут шанс. Часть 4. Тактические детали и помощь Бензима Впервые в карьере Винни забивает больше ожидаемого. А его показатели в продвинутой статистике резко скакнули вверх. В этом сезоне он лучший по числу ключевых передач за игру и показателю ожидаемых голов. Особенно ценные цифры по XG Build-Up – количество атак без удара или паса под удар в исполнении игрока, которые закончились забитым голом. То есть Венисиус теперь много работает на команду, а не только берет мяч и обыгрывает один в один. Анчелотти дал Венисиусу свободу творчества на левом фланге атаки в схеме 4-3-3, где тот максимально эффективен. В отличие от Азара, бразилец редко обыгрывает соперников на коротком участке, а предпочитает пользоваться свободными зонами за спинами защитников, куда пробрасывает себе мяч и уносится на космической скорости. Примерно то же делал ранний Криштиану. Если раньше Венисиус бездумно несся вперед с мячом, то сейчас грамотно интерпретирует свободные пространства и отыгрывается с партнерами, чтобы улучшить позицию для старта рывка. Все чаще Вени участвует в командных комбинациях. В первые годы в реале он полностью выпадал при такой игре. Теперь он эффективно пользуется тем, что на поле находятся такие мастера игры, как Модрич, Кроус и Бензима. Бразилец стал лучше чувствовать моменты для открывания, особенно в штрафной соперника. Все больше сближает Винни и Криша растущая уверенность бразильца. В классику он в три раза превзошел всех конкурентов по числу обводок, входит в топ-10 самых бьющих игроков Ла Лиги и занимает первое место по этому показателю в Лиге чемпионов. Это индикатор роста уверенности игрока. Раньше он сомневался в себе и иногда заигрывался, теперь же знает себе цену и хладнокровно исполняет сложные удары с не самых очевидных позиций. Свою роль сыграл и Карим Бензима, который не так давно призывал партнеров игнорировать бразильца. Француз оценил прогресс партнера по команде и теперь осознанно создает ему зоны, уводя за собой защитников. То же самое он годами делал для Роналду. Теперь эти двое. Лучшие в чемпионате Испании по числу участий в голевых атаках. Кстати, подробно мы разобрали работу этой связки в ролике про Карима Бензима. «Обязательно посмотрите и убедитесь, на какой уровень величия поднялся опальный французский форвард». Слова Венисиуса. «Играть с Каримом невероятно, он всегда мне помогает. Он один из лучших игроков в истории. Карим всегда разговаривает со мной на поле и за его пределами. Бензима помогал мне даже когда мы не знали, добьюсь ли я успеха». Друзья, наконец-то у Венисиуса поперло, и мадридские фанаты видят, что этому спортсмену по силам замахнуться на самые высокие цели. На него возлагают огромные надежды, как на преемника Криштиану Роналду. На Сантьяго Барнабео заждались футболиста с талантом такого масштаба, готовым устраивать шоу в каждой игре. Венисиусу осталось оправдать эти ожидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова